В преддверии Нового года принято подводить итоги. Безусловно, уходящий 2021 год в нашем регионе запомнится открытием областного дворца бракосочетания. Этого события искренне ждали сотни влюбленных пар Тверской области, желающих начать свою совместную жизнь в просторном дворце с колоннами и мраморной отделкой. Накануне профессионального праздника работников ЗАГСа наша съемочная группа побывала в дворце бракосочетания. Сколько пар уже оформили здесь свой брак? На какие даты 2022 года есть спрос? И за что детям дают медали? Об этом в нашем сюжете. 104 года назад советская власть приняла декрет о гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния. С этой даты церковные книги навсегда ушли в прошлое. Бракосочетания, развод, рождение, смерть, усыновление полагалось регистрировать в соответственных органах. Полноправным россиянином можно было стать только после получения свидетельства о рождении в ЗАГСе. Да и браки, даже если они и рождаются на небесах, официальными становятся только после записи акта регистрации. У влюбленных Тверской области есть замечательная возможность начать свою семейную жизнь в настоящем дворце. Дворец бракосочетания. Наконец-то просто сделали действительно отдельное нормальное место для регистрации свадеб. Спасибо большое Игорю Михайловичу, что сделал нам наконец-то красивый ЗАГС, достойный, очень шикарный. Торжественное открытие дворца бракосочетания состоялось 10 сентября. И это событие, которое в том числе, благодаря публикации в ведомственном журнале органов ЗАГС, стало известно на всю Россию. Безусловно, можно назвать одним из главных в регионе за 2021 год. Название дворец вполне соответствует содержанию. Величественный облик здания украшен полуциркульными окнами и пилястрами, увенчанными коринфской капителью. На внутреннюю отделку тоже не пожалели позолоты и пастельных тонов. Так что пункты отправления кораблей семейного счастья внушают только самые светлые, торжественные мысли. Сегодня все молодожены Тверской области обрели место, где торжественно будут проходить мероприятия. Есть всегда семейный альбом и всегда в семейных фотографиях будет храниться память о том, как проходило это событие, где оно проходило. Кстати, многие пары действительно откладывали регистрацию, чтобы получить возможность скрепить отношения в этой величественной обстановке. За три с небольшим месяца здесь оформили брак порядка тысячи пар, в том числе с отдаленных районов области. Сегодня можно вступить в брак в любом органе ЗАГС, независимо от места регистрации. Причем заявление можно подать за год, согласитесь. Достаточно времени, чтобы выбрать понравившуюся дату. Традиционно наибольшим спросом пользуются 14 февраля, 8 июля. В 2022 году горячим днем для ЗАГСов станет 22 февраля. Тверичане в этом плане не отличаются от других россиян. А ведь к этим датам вполне можно добавить и 8 ноября. День венчания князя Михаила Тверского и княжны Анны, у которых родилось четверо сыновей и дочь. Несмотря на пандемию коронавируса, органы ЗАГС Тверской области не закрывались ни на день. Люди рождаются, женятся, разводятся. Вирус не помеха. И все события подлежат госрегистрации. За год в ЗАГС и Верхневолжье, а их в регионе 41, поступает свыше 150 тысяч обращений только от граждан. А еще десятки тысяч от различных ведомств и организаций. Их обрабатывает всего 111 человек. В силу своего образования и в то же время уже и требования жизни берут на себя, как и психолога работают, берут на себя и знания программного обеспечения. Потому что у нас сегодня действует федеральная информационная система ЕГР ЗАГС. Сегодня в базе более 6,5 миллионов документов, начиная с 1926 года. Это позволяет жителям Тверского региона получить повторно необходимые документы. Например, в случае утраты в любом органе ЗАГС, вне зависимости от прописки. Как правило, их выдают в день обращения. Согласитесь, удобно. Из формальной процедуры в настоящее торжество с подарками и напутствиями молодым родителям превратилось в получение свидетельства о рождении. В Твери, например, госрегистрация малышей проходит прямо в роддомах. Выписываясь из перинатального центра областного роддома в Южном, из роддомов номер 2 и 5, мамочки увозили домой маленьких россиян с большим приданым. Огромным подарком новорожденному и памятной медалью, родившемуся в Тверской области. Сегодня трудно представить современную жизнь без работы ЗАГСов. К ним обращаются люди по самым важным вопросам. Работа в этой сфере требует высокой компетентности, добросовестности, ответственности, чуткого и внимательного отношения к людям. Уважаемые друзья, коллеги, очень приятно поздравить вас сегодня с нашим профессиональным праздником образованием органов ЗАГС России. Вместе с тем, воспользуясь случаем, поздравить и с наступающим Новым годом. Пожелать прежде всего сохранять огонь в сердце вашем, творческого вам вдохновения. И нельзя сегодня не пожелать каждому из нас, каждому жителю или каждому человеку, кто не только придет в орган ЗАГС, а в целом в нашей большой дружной Тверской области мира, счастья, удачи и, конечно же, здоровья. Продолжение следует...